В первую очередь хотелось сказать, что очень приятно опять вернуться в этот зал, играть в этом зале, лично для меня. Второе, это извиниться перед нашими руководствами, болельщиками, которые смотрели и искренне переживали за нас. Мы не можем проигрывать игру, введя плюс 14 в перерыве команде, которая играет без двух основных больших. Поэтому сказать особо нечего, я не знаю, надо разбираться, готовимся на Одессу, но то, что было сегодня, не могу описать. Первое, что поздравляю команду соперника за волевую победу. Без двух, да, действительно, без двух игроков показали характер, показали неустойчивость, то, что всегда у Южного есть. По поводу нашей игры, имея свое преимущество по вот этим компонентам, мы сбились на элементарные вещи, которые не дают возможность, если вдруг не пойдет, сыграть всей остальной команде. Мы не можем забить, используя преимущество под кольцом в этих моментах, но и остальные игроки тоже или не получают мяч, или мы не используем свое преимущество в обыгрыше получения, например, при ротации возможности атаковать кольцо. Или же это с дистанцией, или же с прохода. То есть абсолютно неграмотно или неправильно принятие решения в тот или иной момент. Ну и, конечно же, по защите, расслабленность наказуема, это в любом случае, с любым соперником. Игра очень нервная. И два дисквала, два удаления основных игроков, оно, наверное, так, с одной стороны попутало карты одной команды, но восприоняли другие. Действительно, что здесь нужно разбираться, нужно смотреть и каждый эпизод разбирать, и доказывать каждому игроку, показывать, где его ошибки, и что можно было сделать. Но, знаете, как в Суперлиге не играют мальчики. Здесь игроки, которые считают себя качественными, умеющими делать многие вещи. Но чтение игры и вот такая ответственность, наверное, на площадке должна касаться всех. У меня все. Если есть вопросы, я готов ответить. Виталий Николаевич, еще в прошлом сезоне сверхэмоциональность, это очень мягко, назовем Майерсом, часто вредила команде. С этим вообще как-то можно бороться? Вопрос хороший. Бороться всегда можно. Только какой результат будет на выходе? Если сказать, что он плавает в свободном течении, вы не знаете, Майка, внутри. То, что он показывает, играет так эмоционально на площадке во время игры, это другой Майерс, нежели в тренировочном процессе, где он слушает, где он выполняет то, что нужно. Есть игроки, которые живут этой игрой, где-то захлестывают их эмоции. Это нужно знать психотип этого человека. Справляться там на площадке есть возможность. Но здесь нужна помощь там игроков четверых, которые там на площадке, которые должны точно так же в какой-то момент подходить, говорить как надо, что нужно сделать. Успокаивать или наоборот приподбодрить. Пять человек, единый коллектив там на площадке. Еще есть запасные. Вот это одно из методов того, как делается игра. Как делается, играются грамотные игроки. У нас грамотные игроки, но есть моменты, где, ну, наверное, тут мне нужно, я не буду сейчас говорить, что нужно подобрать слова, чтобы тут правильно это все сделать и правильно сказать. Но игры показывают, что в некоторых моментах эту игру наши грамотные игроки не показывают, а играют в свой баскетбол. Не то, что в свой баскетбол, один в один, не командно, а баскетбол это командная игра. Наверное, так.